Мобильные приложения банков, которые были разработаны для оперативного управления счетом, все чаще становятся хорошим подспорьем для виртуальных мошенников. В неприятную историю попал 49-летний житель Саранска. Накануне мужчина пытался перевести по номеру телефона деньги своей супруге – 5000 рублей. Однако операция не прошла, и тут же последовал звонок. Со службы безопасности. Спросили, да, делал перевод, да, пытался сделать, но не получилось. Сказали, что мою карту они заблокировались в связи с тем, что происходит мошенничество. В дальнейшем спросили, приходили ли мне уведомления в онлайн-банке. Да, были. Предложили кредит. Пояснили так, что есть недобросовестные сотрудники банка, которые занимаются мошенничеством. И чтобы вычислить их, нужно оформить этот кредит и делать перечисления. Ничего подозрительного в этом разговоре с якобы банкирами гражданин не заметил. И, не выходя из мобильного приложения, оформил кредит на сумму 485 тысяч рублей. 150 из них он перевел на указанные реквизиты. Дальнейшие операции были заблокированы банком, как подозрительные. Но мужчина решил идти до конца, пришел в банк и потребовал разблокировать карту. К словам сотрудников банка, я был вне себя, как бы под гипнозом. Я не соображал, что делал. То есть не ваше обычное состояние? Да, это было не мое состояние обычное. В настоящее время сотрудниками полиции по данному факту проводится проверка. Осуществляется оперативно-розыскное мероприятие, направленное на установление лиц, причастных к совершению преступления. Анастасия Семушева, программа «Происшествие».